Откровение 2.29 Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Эти слова из книги называем Откровение святого Иоанна Богослова. Но Иоанн сразу же в первом стихе акцентирует наше внимание, что это Откровение, которое Бог дал Иисусу Христу. А он, Иоанн, всего лишь передает рабам Божьим то, чему надлежит быть вскоре. То есть Иоанн выступает в роли, скажем, варуха при пророке Иеремии. 1 глава 19 стих Откровения говорит так. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после. И я сегодня хотел бы поговорить о том, что есть. Поэтому имеющий ухо слышать, да слышит, что Бог говорит церквам. Откровение – это послание. Послание Бога церквам сразу в семи. Почему только семи? Разве на тот период было только семь Божьих церквей? Почему нет, скажем, Иерусалимской церкви? А дело в том, что были выбраны церкви, находящиеся в одной области, в Асии. И выбраны они были как пример. Не последним. И то обстоятельство было, что апостол Иоанн находился в ссылке на острове Патмос. А города, которые были выше названы, в этих церквях, которые были в этих городах, они были расположены на побережье Турции, которая раньше Асии называлась, недалеко от острова Патмос. И Иоанну было легче передать послание с острова на побережье. И послание, конечно, было не в семи экземплярах, а в одном. И передать его, наверное, было не так уже легко. И несмотря на то, что это послание было адресовано конкретным церквам, эти послания передавались и другим церквам, в том числе и Иерусалимской, и другим, они предназначались всем. Всем для назидания. В послании апостола Павла Колосяна, 4 глава, 16 стих, мы читаем, «Когда это послание прочитано будет у вас в колоссах, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикий, прочитаете и вы». То есть послание писалось в какой-то церкви, но читали эти послания все, кто мог, для назидания общего. К сожалению, послание Лаодикийской церкви не дошло до нас, но послание другим церквям мы читаем, тоже и находим для себя много полезного. Так вот, семь церквей и у каждой церкви свои особенности. Каждая стоит на определенном уровне духовного состояния, отличным от других. В каждой свои проблемы. Но эти проблемы были характерны. Господу было достаточно рассмотреть семь церквей, чтобы осветить обстановку во всех церквях, как в то время, так и в наши дни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Перед обращением к пресвятерам церквей следует обращение обращающегося. Так говорит. В каждой церкви обращающийся представляется по-разному, но ни у кого не возникает сомнения, кто обращается к ним. Так говорит. Держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, первый и последний, который был мертв и сежив, имеющий острый с обеих сторон меч, Сын Божий, тут уже вообще не возникает никаких сомнений, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, святый истинный, аминь, свидетель истинный и верный, начало создания Божия. Иоанн обращает наше внимание на то, что Господь держит в своих руках семь звезд, то есть предстоятелей церкви, а Сам находится между светильниками, то есть церквами. Матфея 18, 20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть Господь среди нас. Господь все знает, тем более, что делается в Его церкви. После представления Господь, обращаясь к пресвятерам церкви, говорит «Знаю дела Твои». Соответственно, знает и состояние веры, так как вера без дел мертва. И далее следует, как принято сейчас говорить, аудит. Аудит – дел пастыря и церкви. Бог перечисляет все хорошее, вскрывает недостатки, предлагает мероприятия по их устранению. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Бог, что Дух говорит церквам. Ангелу Эферской церкви Господь напоминает обо всем хорошем, сделанном ранее. Здесь и труд, и терпение, и неприятие же апостолов. Бог говорит «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и изнемогал». Много. Но. Но произошло падение. Духовное падение он охладел. Пастырь церкви охладел. Он охладел в вере. Оставил первую свою любовь, так говорит ему Господь. Любовь к Господу. Бог предлагает вспомнить пресвитеру, что он потерял и потеряет, если не покается и не будет творить дела прежние. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. А почему сдвинет светильник? Ведь светильник – это церковь. А потому что допустили охладеть пастору, а может быть и сами, глядя на него, охладели. То есть церковь несет ответственность за своего пастыря. Так же, как и он за церковь. Поэтому Господь напоминает об этом. Ангелу Смирской церкви Господь напоминает и о скорбях, и о нищете материальной, и о злословии так называемых верующих. И предупреждает, что скорби и искушения еще будут. То есть скорби есть, но Господь не дает гарантии, что все будет очень хорошо. Скорби будут продолжаться. Но при этом ободряет. Не бойся и будь верен. И не просто верен, а верен до смерти. Ангелу Пергамской церкви Бог напоминает, что невзирая на то, что этот город является центром языческих поклонений, языческой религии. В 4 веке до Рождества Христова в этот город перебрались вавилонские жрецы, и это был центр вавилонского идолопоклонства. Но церковь содержит имя Божье, и они не отреклась от веры. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа, говорит Господь. Но, опять но, имею против тебя, не много, но имею. В церкви есть держащиеся лжеучений. Покайся. Почему? Потому что ты допустил это. Господь призывает пастора покаяться и обратить внимание на то, что в его церкви, в Божьей церкви, не должно быть лжеучений. Ангелу Феотирской церкви Бог говорит тоже, что и Ангелу Пергамской есть и любовь, и служение, и вера, и терпение, и дела последние больше первых. Но в церкви есть лжепророки, лжепророчица Изавель, которая вводит в заблуждение рабов Божьих. И здесь церкви дается понять, что ни один пастырь несет на себе бремя ответственности, будет наказание отступникам. И уразумеет все церкви, заметим, пишет Феотирской, а уразумеет все церкви, что я есть в испытывающей сердца и внутренности, и воздам каждому из вас, каждому по делам вашим. Ангел Сардийской церкви заснул духовным сном и усыпил практически всю церковь. Осталось всего несколько человек, которые не осквернили свои одежды. Поэтому звучит призыв покайся и бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Прочее близкое к смерти это церковь. Она уснула вместе с пастырем и близка к духовной смерти. И если не покается и не разгонит сон, то воздаяние не замедлит. Господь говорит, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать и ты узнаешь. И ты не узнаешь, который час найду на тебя. Ангелу в филадельфийской церкви сказано немного, но сказанное нас наталкивает на размышления. Перед церковью, не имеющей много сил, Бог отворил дверь спасения, которую никто не может затворить. Так сказал сам Господь. Почему? Я не думаю, что у остальных церквей сил было в избытке. Просто эта церковь, не имея собственных сил, в достатке, черпала их в Божьих источниках и сумела сохранить Слово Божье, Слово терпения Божьего и не отреклась от своего спасителя. И Бог за это возлюбил свою церковь. Он так и говорит «И познают, что я возлюбил тебя». Ангел Лаодикийской церкви пребывает в покое. Он разбогател, его устраивает существующее положение. Он не холоден, не горяч, он тепл. Но не имеющие нужды ни в чем, это как правило уже, они не имеют нужды и в Боге. Лаодикийя находилась на пересечении торговых путей, город был богатый, жители этого города жили в достатке. Но Господь обращает наше внимание, их внимание, что никакое богатство и достаток не компенсируют духовную нищету, слепоту, наготу, и это большее несчастье, чем быть бедным материально. Поэтому покайся и обратись. Бог дает возможность пересмотреть свое отношение к Нему, покаяться, вернуться на путь истинный всем заблудшим, как пастырем, так и овцам. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Особая ответственность, конечно, лежит на пастырях, или как их называет Господь ангелах церкви. Апостол Павел в своих посланиях также акцентирует внимание на этом. Во втором послании к Тимофею, в 4 главе, 5 стихом, Павел говорит, но ты будь бдителен во всем, перенося скорби, совершай дела благовестника, исполняй служение твое. А в послании к Титу говорит, каким должен быть служитель и в том числе, 1 глава, 9 стих, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Наставлять, обличать. Заканчивается обращение к церквам словами, 3 глава, 20 стих, «Сестою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною». Как-то уже принято, что эти слова нужно говорить людям неверующим. Дескать, Господь Иисус Христос стоит у двери сердца каждого не знающего его и стучит. Откройте свое сердце Господу и он поселится там, войдет туда, тогда вам будет хорошо, так как Бог будет с вами, а вы с ним. Но эти слова, как можно видеть из прочитанного, адресованы верующим. Выходит, что люди, называющие себя верующими людьми, не имеют в своем сердце Бога, Он вне их сердца. Ихние духовные двери закрыты для Христа и закрыты делами ихними. Проблемы, скрытые Господом в церквах первого века, в 21-м актуальны не менее. Мы перечислим некоторые из них. Это охладевание, духовный сон, расслабление, скорби, нищета, гонение, лжеучение, ересь, искушение миром, обольщение богатством. И бороться с ними нужно теми же методами, что и тогда. Проявлять терпение, любовь, веру, верность, нетерпение к лжеучением самим в тот же час держаться здравого учения, утверждать друг друга и, как Господь все время делает ударение на этом, бодрствовать, черпая силы Господа, и Он даст с избытком. И кто устоит в этой суровой борьбе, тот будет побеждающим. Заметим, не победителем, а побеждающим, потому что борьба идет непрерывная. А побеждающему Бог даст пребывать с ним в его царстве. И если в первых главах Господь говорил, знаю дела твои, то в последней главе Господь говорит такие слова, 22 глава, 12 стих, «Сегряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Время покаяния когда-то закончится, и тогда придет время возмездия, имеющие ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церковь. Слава нашему Господу за то, что Он еще продлевает время благодати, чтобы каждый мог пересмотреть свое отношение к Нему и покаяться, и сделать выводы. А Господь воздаст каждому по делам его. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...